ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, главная редакция программ для молодежи Центрального телевидения показывает пятый тур Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Конкурса, составленного по письмам телезрителей. Конкурса, составленного по письмам телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Конкурса, составленного по письмам телевизионного конкурса «Когда поют солдаты» Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады вновь встретиться с вами. Министерство обороны СССР, Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота, Центральный комитет Комсомола, Главная редакция программ для молодежи Центрального телевидения открывает пятый тур Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Нас принимает орден Ленина Московский военный округ. В гостях у москвичей воины Краснознаменного Дальневосточного военного округа, Краснознаменного Тихоокеанского флота, Краснознаменного Северокавказского и Краснознаменного Закавказского военных округов. Дорогие друзья, больше всего писем в адрес нашей программы с просьбами и заявками на участие в ней пришло с Дальнего Востока. И мы рады приветствовать сегодня воинов-дальневосточников. Спасибо вам большое за письма. Ну что ж, дорогие друзья, внимание, мы приглашаем на сцену первых участников нашего конкурса. Это вокально-инструментальный ансамбль крейсера «Минск» Краснознаменного Тихоокеанского флота. Они исполнят новую песню композитора Ильи Словесника «Соленое море». Тает в дымке причал, Вот исчезли вдали, Вот уже не видны огоньки, Знают Слово «Прощай» Лучше всех на земле, Лучше всех на земле моряки. Соленое море, Соленое море, Штарма на неделю, Любовь навсегда. Но что не забыли В соленом просторе, Но дома пробудешь И тянет сюда Волны бесят созря Сколько миль за кормой, сколько раз побывали мы здесь Судят строго моря Потому что морям нужно в точности знать, кто ты есть Солёное море, солёное море Шторма на неделю, любовь навсегда Но что мы забыли в солёном просторе Но дома побудешь и тянет сюда Солёное море Пойму, как мне дорог твой взгляд Как мне нужно тепло твоих рук Только грусть ни к чему Кто бы встречи ценил, если б не было в жизни разлук Солёное море, солёное море Шторма на неделю, любовь навсегда Но что мы забыли в солёном просторе Но дома побудешь и тянет сюда Солёное море, солёное море Солёное море, солёное море Солёное море, солёное море Шторма на неделю, любовь навсегда Редактор субтитров А.Семкин Ребят, мы просим вас пройти на нашу площадку ожидания. А теперь слово за вами. Я хочу вам напомнить условия основного нашего конкурса. Вспомните, что оцениваете выступления участников конкурса вы карточками, которые вам розданы. Высшая оценка – это красная карточка. Три балла. Синяя карточка – два балла и зеленая – один балл. У нас с вами находится в зале сейчас тысяча зрителей и болельщиков. Поэтому мы можем рассчитать высшую оценку, которую может получить исполнитель. Если, оценивая выступление какого-либо участника, все вы поднимете красную карточку, то это значит получится три тысячи баллов. Итак, пожалуйста, поднимаем карточки. Как вы оцениваете выступления моряков Краснознаменного Тихоокеанского флота? Красных большинство. Ну, по крайней мере, в этом секторе. Да. Тут преобладание моряков. Спасибо. Дело в том, что у нас в зале не простые болельщики, а победители предыдущих туров фестивалей. Ну, а поскольку это болельщики не простые, а люди, которые очень хорошо поют, то мы их просим во время конкурса приветствовать наших участников не только аплодисментами, но и песней. Мало того, жюри, мы договорились, будет оценивать их выступления, которые произойдут прямо здесь, в зале, оценкой в 100, 200 и 300 баллов. Ну что же, давайте попробуем, если все всем понятно. Раскинулось море и кропа, и улучшую вдали, Товарищ времен далёко, подальше от натры тьмы. Товарищ времен далёко, подальше от нашей земли. Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюби меня, моряк, душою, что ты скажешь мне в ответ. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. По морям, 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 нынче здесь, завтра там. Уважаемые жюри, пожалуйста, сколько баллов? Так петь могут только моряки. Прекрасное исполнение. Мы не ставим 300 баллов. 300 баллов. Замечательно. Итак, ждём решения счётной комиссии. Эта оценка прибавляется к вашей. Счётная комиссия, как у вас идут дела? Идут. Понятно. А пока я с удовольствием приглашаю на сцену всем полюбившийся народно-хореографический коллектив из Латвии ансамбль Вец Рига. Счётная комиссия, как у вас идут дела? 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 Субтитры подогнал «Симон» Я обращаю ваше внимание на световое табло. Прошу выйти моряков крейсера «Минск». Итак, они получают 2399 баллов. Оценка прекрасная. Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание на мониторы. Сейчас мы передаем слово специальному корреспонденту Регине Ильченко. В молодежную редакцию центрального телевидения пришло очень много писем от воинов-дальневосточников с заявками на участие в фестивале солдатской песни. Вот у меня в руках письмо. Ну, это просто коллективное письмо от воинов той части, где мы ведем сейчас съемку. Итак, внимание! Съемка! Солдаты возвращаются с учений. Может быть, скоро в эту войсковую часть придете вы, молодые ребята 69-го года рождения. Вы приедете сюда, на Дальний Восток, в этот край, из разных концов страны. И тогда, а мы уверены в этом, те парни, которых вы сейчас видите, передадут вам свой солдатский опыт, воинское мастерство, научат ценить настоящую мужскую дружбу. Сейчас я приглашаю на сцену авторов этого письма. Ребят, которых вы только что видели на марше после учения. Это воины старейшего в советской армии соединения. Это соединение участвовало еще в боях у озера Хасан. Я с удовольствием представляю песню, которую ребята решили исполнить на нашем конкурсе. Музыка «Братьев Покрас» стихии Бориса Ласкина «Три танкиста». На границе тучи ходят хмуро, Край суровый, тишиной объят. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, Там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной Броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной Броневой ударный батальон. Там живут, и песня в том порука, Нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. На траву легла краса густая, Полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи Перейти к границу у реки. В эту ночь решили самураи Перейти к границу у реки. Но разведка доложила точно, И пошел командою цветен. По родной земле дальневосточной Броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточной Броневой ударный батальон. Чалестанки, ветер подымая, Наступала грозная броня. И летели на земле самураи, Под напором стали огня. И добили песня в том порука, Всех врагов в батальон и огонь. Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! 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 Не используют есть этого красных карточек, По крайней мере, вот я вижу. Так, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, Передавайте их девушкам-ассистенткам для передачи в счетную комиссию. Девочки, девочки. 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 Молодцы! Девочки, девочки. Девочки, девочки. Девочки, девочки. Девочки, девочки. Девочки, девочки. Девочки, девочки. Юрий Слатов Выступает гость нашего фестиваля Людмила Гурченко Зашумит ли клеверное поле? Заскрипят ли сосны на ветру? Я замру, прислушаюсь и вспомню Что и я когда-нибудь умру Кое-что я в этой жизни понял Значит, я живым не даром был Я забыл, казалось, все, что помнил Но запомнил все, что я забыл Я забыл, казалось, все, что помнил Но запомнил все, что я забыл Понял я, что в детстве снег пушистей Зеленее в юности холмы Понял я, что в жизни столько жизней Сколько раз любили в жизни мы Понял я, что в жизни столько жизней Сколько раз любили в жизни мир Счастье словно взгляд из самолета Горе видит в землю без прикрас Счастье есть предательское что-то Горе человека не предаст Счастье есть предательское что-то Горе человека не предаст Понял я, что тайно был причастен Стольким людям сразу всех времен Понял я, что человек несчастен Потому что счастье ищет он Понял я, что человек несчастен Потому что счастье ищет он Счастье есть предательское что-то Счастье есть предательское что-то АПЛОДИСМЕНТЫ От Москвы до Бреста нет такого места, Где бы ни скитались мы в пыли С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу мы прошли. Там, где мы бывали, нам танков не давали, Репортер погибнет, не беда. Но на М-Гидране и с одним наганом Мы первыми въезжали в города. От ветров и стужи петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнёс. С наше покачуйте, с наше поночуйте, С наше повоюйте хоть бы год. Есть, чтоб выпить, повод, за военный провод, За У-2, за М-ку, за успех. Как мешком шагали, как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех, Так выпьем за победу, за нашу победу, А не доживёт, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напимет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. vanка Продолжает наш конкурс Вокальное трио из Закавказского военного округа. Папури на тему грузинских песен. 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 Садахачемо сунько Пожалуйста, голосуем карточками. Как вы оцениваете выступление грузинского трио? Красные, красные. Очень много красных карточек, прекрасно. Пожалуйста, передавайте их девушкам-ассистенткам для передачи в счетную комиссию. Садахачемо сунько Негритянскую песню сменяет известное негритянское «Как я страдаю». Негритянская песня Негритянская песня Негритянская песня Негритянская песня 600, Александр Николаевич предлагает. 300 оставляем. 300 баллов. Итак, запомнили, 300 баллов уже имеет грузинское трио. Мы ждем результатов счетной комиссии. А пока я с большим удовольствием приглашаю на сцену заслуженную артистку «Республики» Людмилу Сенчину. Вновь к тебе летит моя мечта Как она прекрасна и чиста Может, пропадет она в пути Так и не успев тебя найти О, где ты? И звезды нам светят в ночи Сон раздвигая рукой Искорки нашей свечи Станут навек нам судьбой День немыслим без сияния глаз Стало небо ширмою для нас Стало для нас Жду я каждый вечер, как приду Вдруг опять тебя я не найду О, где ты? И звезды нам светят в ночи Сон раздвигая рукой Искорки нашей свечи Станут навек нам судьбой Искорки нашей свечи Но моя мечта сильнее других Вижу вновь сиянье глаз твоих О, этих глаз! И опять свеча моя горит Самый яркий свет нас отмеет О, где ты? И звезды нам светят в ночи Сон раздвигая рукой Искорки нашей свечи Станут навек нам судьбой Искорки нашей свечи Искорки нашей свечи Искорки нашей свечи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР НОВОРОССИЙСК Вот сейчас, в тот момент, когда мы проводим эту съемку, корабль вышел на отработку учебно-боевых задач. Через несколько минут на сцену нашего фестиваля выйдут ребята, которые несут на корабле боевую вахту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мы обращаемся к молодым морякам, лётчикам, авиатехникам, к тем, кто служит сегодня. Скоро ваши ряды пополнятся молодыми ребятами, которые идут в армию в год 70-летия Великого Октября. Примите их в свой закалённый в дальних походах и учениях дружный коллектив. Помогите им скорее освоить и взять в свои руки сложную боевую технику. Следующие участники нашего конкурса, я их с удовольствием представляю, ансамбль авианесущего крейсера «Новороссийск». Ребята исполняют песню о своём корабле, которую они написали сами. Ребята исполняют песню о своём корабле, которую они написали «Новороссийск». «Новороссийск» Ребята исполняют песню о своём корабле, который они написали «Новороссийск». Ребята исполняют песню о своём корабле, которые они написали «Новороссийск». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, мы просим вас, значит, собраться на нашей площадке ожидания. Как вы оцениваете это выступление? Пожалуйста. Девушки собирают карточки, а вы им, пожалуйста, помогайте сами. Активнее, прямо по рядам собирайте и передавайте им карточки. Ходили мы походами в далекие моря, У берега французского бросали якоря. Мы валим и в Италии, где воздух голубой, И там глаза матросские туманили с тоской. Робуш наши, рощи, молодые степени, горы, берега. Милый край, советская Россия, Ты морскому сердцу дорога. Милый край, советская Россия, Ты морскому сердцу дорога. Зеленая вода Двенадцатый причал Из синих туч убрю моя гмена О береге все грустил, Кораб не отпускал, Как будто расстаемся навсегда. Ложится белый снег На музыку святом, На химово седины серебря. И через два часа Не видно берегов, И снова не хватает мне тебя. И через два часа Не видно берегов, И снова не хватает мне тебя. Молодцы! 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 Итак, жюри, Сколько вы даете морякам Кронштадта баллов? В счет Тихоокеанского флота? Ну, конечно, 300. 300. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ День рождения корабля, День спуска его на воду. Это праздник, который всегда торжественно отмечают на крейсере «Новороссийск». В этот день офицеры корабля поют для всего экипажа. Славны были наши деды, Помнит враг о прежних днях, И царил орел победы в океанах и морях. Знамя корабля пленяет Русский флаг наш боевой, Он и нам напоминает, Как ходили деды в бой. Славны были наши деды, Помнит враг о прежних днях, И царил орел победы в океанах и морях. Море наше боли в ране, Голос чести наш не сник, Как пойдем вперед мы славно, Крейсер наш Новороссийск. Славны были наши деды, Помнит враг о прежних днях, И царил орел победы в океанах и морях. Мы гордимся, что попали на такой большой корабль. Это дар народа нам в руки, молодым. Вы ощущаете, что за вами, Вот здесь вот, когда вы служите на техоокеанском флоте, Вся наша страна, за вами все мы. Еще бы. Особенно, когда выходишь в море, Это очень сильно ощущается, Когда родная земля вдали, Когда кругом только небо, Самолеты, взлетающие из палубы корабля. Ну вот, сейчас на моих часах, Ровно половина первого. В это время мы начинаем съемку с вами, ребята. Так как мы находимся в том месте, Откуда, в общем-то, поднимается солнце, Где начинается день в нашей стране. Интересно, а сколько времени сейчас в тех местах, Откуда вы пришли сюда служить? Ну, я родом из Алматы. У нас сейчас время девятый час. Моя мама, наверное, занимается сейчас в школе И кончается у нее первый урок. Она учительница? Да. Вы откуда и сколько времени у вас? Свердловская область, город Льда. Сейчас у меня дома полвосьмого. То есть моя жена собирается на работу, Дочка собирается в садик. Хорошо, хорошо. Артур, скажите, пожалуйста, Я знаю, что вы женаты. Вы мне об этом говорили. И даже знаю, что вы очень любите свою жену. Скажите, пожалуйста, Что бы вы могли сейчас, Пользуясь возможностями телевидения, Сказать ей на языке музыки. Пользуясь возможностями. 300 баллов у вас уже есть. Итак, счетная комиссия, пожалуйста, сколько баллов от зала? 2158 плюс 300, да? Это 2458 баллов. Молодцы! Молодцы! Действительно молодцы. А вы обратите внимание, что у нас все оценки, ну, составляют 75% числа всего положенного. То есть, ну, чуть-чуть не достигают максимальной оценки все наши выступающие. Прекрасные оценки они получают. Гостями Таллиннского тура фестиваля были очаровательные Люда Франконене, мама, Лоретта Франконета, ее дочь. Но со всей семьей сегодня мы встретимся впервые. С ними папа Альгис Франконис. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Слово предоставляется Председателю Оргкомитета Всесоюзного телевизионного конкурса солдатской песни Генерал-лейтенанту Шапалину Николаю Васильевичу Пожалуйста Первое место Среди самодеятельных исполнителей Присудить двум исполнителям Морскому пехотинцу, а сегодня уже воину запаса Студенту Валерию Мурычину За исполнение казачьей песни Семейному дуэту Командиру полка Подполковнику Владимиру Уварову И его супруге Валентине Уваровой Третье место Курсанту А теперь уже лейтенанту Олегу Гриневичу Войска противовоздушной обороны Второе место Рядовому Тарму Бульмейстеру Из числа самодеятельных коллективов Также первое место Присудить двум коллективам Ансамблю военных строителей Прибалтийского военного округа Звездочка За песню Аккорды Домского органа Вокальному ансамблю Таллиннского матросского клуба За песню раскинулось Море широко Солист Дмитрий Барматенко Учитывая мнение телезрителей Жюри и на этот раз Приняло решение Присудить Призы зрительских симпатий Трем коллективам Вокальной группе Воинов-десантников За песню Семнадцатилетние Вокальной инструментальному ансамблю Вильнинского училища радиоэлектроники За песню Неплохо для начала Вокальной группе Морских пехотинцев Краснознаменного Балтийского флота За исполнение Песни Полоса препятствий Уважаемые товарищи победители Мы вас горячо и сердечно поздравляем До встречи В Москве На заключительном туре Спасибо вам Следующий участник нашего конкурса Автор и исполнитель своих песен Лауреат песенного фестиваля В Приморье Капитан-лейтенант Краснознаменного Тихоокеанского флота Василий Солкин Разговор с сыном Был недавно Счастливее всех Сын мне задал свой первый вопрос Я тогда улыбался до слез А сегодня забыл про смех Папа, ты говоришь сегодня время правды Значит, вчера все друг другу врали Но как тебе растолковать Синеглазому чуду природы Что бессмертны у правды права Только нас регулирует мода Я как он, он как все, все как кто Нам с соломинкой мода подсказка Шила мини в период тот А теперь, слава богу, Макси Макси и мини прямые косые Дудочки, бриджи и клеш Мода капризная, дама, сын Подрастешь, поймешь Вот подрастешь, поймешь Папа, ты говоришь сегодня время правды С кем же за нее воюют? Нынче правда приходит в моду Но по-прежнему не в чести Ей в салонах слагают оды А носить ты меня прости Нет на цвет и на вкус друзей Оглядись, ощущение такое Что в партняжный попал музей Столько ходит в старом покрое Макси и мини прямые косые Дудочки, бриджи и клеш Мода капризная, дама, сын Подрастешь, поймешь Вот подрастешь, поймешь Папа, ты говоришь сегодня время правды А какое же время будет завтра? Ну что за дурацкий вопрос Ты мал для таких разговоров Иди вон забей в стенку хвость И сделай из кубиков город А я лично верю Вот, что лжи мы хребет поломаем И все мы надеемся, верим, мечтаем Ну кто ж на себя-то возьмет Макси и мини прямые косые Дудочки, бриджи и клеш Мода капризная, дама, сын Подрастешь, поймешь Вот подрастешь, поймешь Папа, значит, когда я вырасту Мой сын меня не поймет Баба, ба 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 Дорогие друзья, спасибо вам за аплодисменты. Пожалуйста, голосуем карточками. Спасибо. И, пожалуйста, девушкам, ассистенткам счетной комиссии. И сгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо грандит в дугую высь. Качнется гупол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется гупол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как он близко от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что, грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, Чьи вина, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Жюри оценку болельщиков, выступление болельщиков. Триста. Запомнили. Дружная симпатия и сочувствие нашему Тихоокеанскому флоту. И песня девушек нам очень понравилась. Я думаю, что триста баллов добавят. Спасибо. Значит, я правильно услышала. Спасибо, Петр Михайлович. Триста баллов. У Василия Солкина уже триста баллов. Так, ждем оценки счетной комиссии. Край лотоса, тигровых троп, Край рыбы и суровых сопок. Совсем не в моде здесь метро, И нет автомобильных пробок. Сумеешь здесь попасть на бал, Лишь с корабля, а не иначе. И это все же что-то значит, Что нас не раз тайфун трепал. Вот, Василий, вы сами из Кирова. Давно на Дальнем Востоке? Ну, седьмой год пошел, в общем-то. Шесть полных, можно считать, что семь лет. Ну и как вам этот красивый, но очень суровый, Очень тяжкий край? Ну, не согласен я, что он очень суровый, Очень тяжкий. Я сам не заметил, как я не просто влюбился. Я вдруг почувствовал, что я приговорен, что ли, к этому краю. Здесь люди лучшие, в общем-то. Некоторые с этим тезисом спорят, Некоторые соглашаются. Но здесь действительно, здесь больше душевного простора, Здесь нет той душевной тесноты, Которую ощущаешь там, на материке. Это о людях, а о природе? О природе. Просто здесь она настолько ранимее, По сравнению вот с той устоявшейся европейской, Здесь все, что мы видим в лесу, в скалах, возле моря, Находится в постоянной какой-то борьбе. Ну вот, наш Тихий океан, допустим. В общем, мне приходилось до этого на Балтике И стажироваться курсантом, Вообще просто отдыхать на Черном море. После того, как попадаешь сюда, Вдруг понимаешь, что это какие-то, ну, Комнатные водоемы, мягко говоря. Вот это да. Нет, ну, Черное море, значит, После Тихого океана представляется просто большой купальней, Значит, такой. Обижаете, обижаете одесситов? Мне не хотелось обижать одесситов ни в коем случае. Оно хорошо, так сказать, для отдыха. А здесь просто это относится не только к океану И вообще ко всей природе. Есть в ней какая-то необузданность, Несмотря на все наши старания, значит, человеческие, Она все равно остается еще пока Непокоренной, необузданной природой. Вот вам и ваш Дальний Восток. Я вижу, ветер усиливается, Тайфун приближается, говорят. По-моему, если вы не снимете вашу фуражку, Мы не сможем продолжать интервью. У вас есть такой цикл песен, Он называется «Разберемся». Откуда такое название? Ну, это одно из любимых выражений Высоцкого. Разберемся. Любил он повторять. Дело даже не в этом. Дело в том, что на сегодняшний день Это действительно самое главное всем нам. Разобраться в том, что происходит, Разобраться в том, Что мы натворили за прошедшие десятилетия, Сделать какие-то выводы. Вот главное, как можно быстрее извлечь уроки. Потому что очень часто вот сейчас Слушаешь радиопередачи, телепередачи, Попытки журналистов как-то анализировать все это. Все-таки чаще всего мы пока Ну, я бы не хотел употреблять слово «смакуем». Но нас больше пока интересует процесс Пересказа, так сказать, Тех ошибок, которые имели место. А мне кажется, все-таки пора Спешно, ну, делать какие-то, Так сказать, Проектировать эти наши ошибки на сегодняшний день И спешить делать уроки. Спешить не повторять этих ошибок. Итак, пожалуйста, Результат счетной комиссии. 2397 баллов плюс 300. Это будет... 2697 баллов. Действительно молодец. Я сейчас предоставляю слово жюри. Говорит генеральный директор Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия» Валерий Васильевич Сухарада. Ну, я с удовольствием хочу сказать о том, Что фирма «Мелодия» является одним из организаторов этого конкурса. И, как говорят военные, Я вам, товарищи, докладываю, Что в ходе самого конкурса Мы уже выпустили две пластинки. Одна пластинка — это ансамбль «Голубые береты». И вторая пластинка — ансамбль «Каскад». Вспомним, ребята, называется. И хочу напомнить о том, Что по итогам этого конкурса Фирма «Мелодия» тоже выпустит гигант Грампластинку С лучшими песнями, Которые будут здесь удостоены высших баллов. Так что просим принимать Самые активные части в соревнованиях, А мы будем очень рады Выпустить диск Записи ваших песен. Вспомните, пожалуйста, Третий тур нашего фестиваля, Который проходил в Москве Во дворце спорта «Динамо». Тогда у нас был прямой Телемост Москва-Кабул. И тогда из Афганистана К нам на прямую связь Выходил вокально-инструментальный ансамбль «Голубые береты». Сегодня К нам сюда На наш конкурс Из Афганистана Специально Приехал ансамбль «Голубые береты». Дорогие друзья, мы с удовольствием вас приглашаем на сцену. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ «Гольдару» И «ГУНАР» ПУТЬ ШТРИХАМИ НА ГАРДА ОТМЕЧЕН Время краски сотрёт Но Панчер и Лагар Будут в памяти жить Наше и вечно Эмполь Нам по пути с тобой Кто здесь служил Тот многое узнал Был сной Свист пуль над головой Проверил тут себя Ровесник мой Эх, боль Нам по пути с тобой Кто здесь служил Тот многое узнал Был сной Свист пуль над головой Проверил тут себя Ровесник мой Дорогие друзья Так получилось что В жизнь современного Молодого поколения Вошла своя Песня опаленная войной И слушать ее без волнения Невозможно Потому что за ней Трудная солдатская судьба Горечь утраты Радость победы И ничем не сравнимая радость Возвращения домой Отдавая дань Глубокого уважения К песням родившимся На афганской земле Среди наших солдат Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия На этих днях Выпустило специальный сборник Когда поют солдаты Здесь песни самодеятельные Спасибо вам дорогие друзья За то Как вы поете За то Как вы несете эту песню До всей советской нашей молодежи Я должен сказать Что центральный комитет комсомола Принял решение Наградить этот коллектив Специальным призом Разрешите этот приз вам передать Аплодисменты А сейчас мы опять обращаем ваше внимание Уважаемые зрители На мониторы Вот письмо Которое пришло к нам Из города Хабаровска Пришло оно от Оли Ильинской Здравствуйте Оля Здравствуйте Ну вы нам писали Не отпираетесь Верно? Писала Писала И вот в своем письме Вы написали Что вам очень понравились Ребята из Рязани Понравилось их выступление Дорогие ребята из Рязани Мне очень понравилось Ваше выступление На фестивале Солдатской песни Вы так лихо С задором Исполнили песенку Фронтового шофера Что я Ни минуту не сомневаясь Отдала свой голос За ваше выступление Мне бы очень хотелось С вами познакомиться А свое знакомство Мне бы хотелось Начать со знакомства С нашим городом Город наш Молодой Красивый Стоит на берегу Красивой реки Амур Вот кстати мы видим С вами эту реку Река могучая Широкая Судоходная Полноводная Красивая река И город наш красивый И люди у нас хорошие Сама я коренная Дальневосточница 23 года прожила Уже в Хабаровске И конечно Как истинная хабаровчанка Очень люблю свой город Край наш Суровый Тяжелый И здесь нужны Мужские сильные руки Приезжайте к нам служить Вы посмотрите на наш край И конечно Тоже его полюбите Большое спасибо Оле Мы благодарим За это письмо И за теплые слова Сказанные в наш адрес Мы обязательно Вам ответим Всем коллективам И пользуясь случаем Хочу Сказать большое спасибо Всем телезрителям Которые болели Болели за нас И прислали письма На телевидение И к нам в училище На нашем конкурсе Продолжает работать Рубрика Давайте познакомимся Все ее очень полюбили А я вам напоминаю Что каждый Может прислать письмо Это я говорю и вам Уважаемые телезрители В адрес Любого участника Нашего конкурса Как много девушек Хороших Как много ласковых Но лишь одна из них Требожек Удася покой и сон Когда улыбок Покучай на нагреве Когда ее совсем не ждет И каждый вечер Субтитры создавал DimaTorzok Тебе не хочется покоя Сердце, как хорошо на свете жить Сердце, как хорошо, что ты такое Спасибо, сердце, что ты умеешь на любви Я приглашаю на сцену следующего исполнителя Старший лейтенант Игорь Дончик Аккомпанируют ему рядовые Аюбов и Протасов Пожалуйста От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только гордая доблесть их Сохранилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в сердцах храним Посмотри на моих бойцов Целый мир помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Я в нем старых друзей узнаю Пусть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увязших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть И, пожалуйста, голосуем Солдатушки, правые ребятушки А кто ваши деды? Да деды, наши деды Славные победы Вот кто наши деды Наши деды Славные победы Вот кто наши деды Солдатушки, правые ребятушки А кто наши жены? Да жены, наши жены Пушки заряжены Вот кто наши жены Наши жены, пушки заряжены Вот кто наши жены Эй, мы покажем Эй, мы покажем Мы покажем Всем умиру уж тогда Мы покажем Всем умиру уж тогда Эй, что такое Эй, что такое Что такое Значит армия труда Что такое Значит армия труда Спасибо болельщикам Жюри, пожалуйста Ваша оценка Пожалуйста За такое выступление Болельщиков Единодушно Просуждают 300 баллов 300 баллов Спасибо Итак, 300 баллов Мы уже имеем И ждем Результатов Счетной комиссии 2196 баллов Плюс 300 2496 баллов Молодцы Внимание на мониторы Береза Я Береза 1 На указанный рубеж вышел Я Береза 1 Прием Игорь Вот мы знали Что Дальний Восток Это Красиво Но трудно Ну так ведь Есть слово Надо Тяжело в учении Легко в бою Так у нас Вот мы матери Очень страдаем Когда дети нам В письмах пишут Что им трудно Что им сложно Что часто несправедливо Поступают по отношению к ним Те, кто уже давно Служат в армии Да Я вот Уже в армии 8 лет служу Значит Сейчас у меня взвод Мне повезло Нормальный взвод Хороший Но вот я был свидетелем Когда проявлялись Такие вот Негативные явления Как вот Молодые люди Выполняли Различный родзадач Например Подшивали форму Старослужащим солдатам Стирали им Эту же форму Стирали им Сапоги чистили Это все это В ночное время Проходило Это же унижение ужасное Да Это ужасное унижение То есть терпели И если человек Вот например Не в состоянии Был терпеть это дело Ну кто-то конечно Смирялся с этим делом А кто-то Шел и говорил Про это Что если он сам Не мог справиться А естественно Он не мог Потому что там Группа Определенная действует Он идет командиром И вот тут как раз Вот это Чувство Вот этого ложного товарищества Проявляется Что его называют Стукачем Что Предателем его называют И к нему Отношение совершенно Как к предателю Получается Вы знаете Мне кажется Это Проблема Возникла В начале 70-х годов Мы Сначала Не увидели Проблемы Неустановных взаимоотношений Затем Увидев ее Старались ее не видеть Закрыли на нее глаза А потом Когда открыли Эта проблема Уже стала Настолько серьезной Что С ней надо Вести самую решительную борьбу Что и сейчас делается Сейчас Именно вот такая Решительная Серьезная Глубокая борьба С этими явлениями В нашей армейской среде Вы знаете И все-таки Вот мы Часто ведь Работаем в армии И видим Замечательных парней Иногда нам Иногда нам даже говорят Ну что же они у вас Все такие прекрасные Такие замечательные Вот один у вас Просто герой Другой красавец Там Третий Необыкновенно умен Вы что их Специально таких Подыскиваете Это что специально Лакировка какая-то Что ли Основа армии Сила армии В дружбе В товариществе И примеров очень много Ну конечно это правда Потому что Я тоже считаю Что в основном Костяк-то нашей армии Составляют люди Глубоко Ну осознавшие Свой долг Защитника Где существует у нас И нормальное товарищество Нет ложного Ничего А все Происходит так Как должно быть А вот эти явления Они конечно и есть И с ними Идет борьба Ну вот несколько Слов сразу же О сюжете На мой взгляд В этом сюжете Правильно схвачены Основные Опорные точки Проблемы И вот еще То что хорошо В сюжете Говорится о том Что сейчас В вооруженных силах Развернута Большая борьба С этим Явлением Которое мы называем Неустановые Заимоотношения Да действительно Эта борьба ведется И очень активная борьба Главные усилия Мы сейчас Направляем на то Чтобы расшевелить Чтобы раскачать Солдатскую массу Чтобы вот этот Костяк О котором говорилось В этом сюжете Он и создал Непримиримую обстановку Вот тем любителям Подшивать воротнички Так сказать Заставлять за себя Подшивать воротнички Но Вот проблема Которая идет речь Это не только Чисто армейская проблема Она упирается И в подготовку Молодежи к службе В армии Это проблема Воспитания молодежи Вообще И что По этой проблеме Самое главное Что бы сейчас Надо делать Это вот взорвать Психологическую Установку Молодежи Еще до призыва В армию На безропотное Подчинение Этой традиции Вот если Эти две Диалектические Взаимосвязанные Задачи Мы решим Чем скорее Их решим Тем быстрее Справимся с проблемами И похороним Вот эти Неустановные Заташи Иногда Марина Армию представляет Как интернат Для трудновоспитуемых Вот это Неправильная Точка зрения Армия Действительно Школа возмужания Школа мужества Но ведь Мы должны За два года Подготовить Солдата Защитника Нашей страны Научить его Стрелять Водить Научить его Скажем Решать те задачи Которые перед ним стоят Спасибо Спасибо Юрий Иванович На фестиваль Приехали моряки Крейсера Минск Они исполнят Песню композитора Шаинского Ходим по океанам Ветер крепкий ветер Свежий нам посулил Курсы удачи А подруги там На суше Нас подождут Доля морячки Ходим Большие гни Шорпышки Ходим По океанам Слагом Алых В океанах Вот советский паспорт Несет Все мы в работе Только с песней Наша служба Легче идет В дальнем походе Море Большие мили Штормы Ждили Ходим По океанам Слагом Алых Что на шторме Что на миле Све на шторм Тачка Не качка Если в гавани Родимый Преданно ждет Друга Морячка М Фориз frequencies Морячка Морячка Ходим Большие мили Штормы Чеды Водим По океанах слагав Алый Водим 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! 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 Итак, дорогие друзья, карточки, пожалуйста, голосуем. Спасибо. КОНЕЦ 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 Молодцы! 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 комиссия готова я вижу пожалуйста 2909 баллов плюс триста и 9 до 209 это будет 2509 баллов неплохая оценка поздравляем ребята спасибо буржуй настал последний бой против тебе весь бедный глаз поднялся он улыбнулся засмеялся все цепи разорвал не за свободу бьется как герой ничего 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 собля пуляшники все равно ты роди моя ты дождись меня и я приду я приду и тебе обойму если я не погибну в бою тот суровый час за рабочий глаз за всю страну мы победим за нас и шаг земной разрушим тюрьмы всех богов разгоним мы нашли новой не построим свободного труда и заживем коммуны мировой ничего 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 собля пуляшники все равно ты роди моя ты дождись меня и я приду я приду и тебе обойму если я не погибну в бою тот суровый час за рабочий глаз за всю страну песню из кинофильма бомбараж исполнили артисты ленинградского театра юного зрителя 45 лет назад закончилась решающее сражение великой отечественной войны сталинградская битва сотнями тысяч жизней заплатил наш народ за великую победу на волге и тем героическим и грозным дням посвящается видеосюжет который вы сейчас увидите на мониторах вот михаил степанович что вы ощущаете когда вы видите эту землю землю оксая землю сталинграда эта земля пропитана кровью наших воинов солдат сержанта офицеров вперед великой отечественной войны вот здесь на этом земле сражались гвардейские части мой полк защищали рубежи к сталинграду сейчас я ощущаю гордость свою родину своих солдат за живых за мертвых скажите пожалуйста было вам тогда страшно когда вся эта земля была полита кровью страшно вам было страшно конечно было страшно было за что за солдат стал солдат что солдаты отдают свою голову за нашу родину а я как командир несу ответственность откуда вы тогда приехали сюда с Дальнего Востока Приморского края Спаск Дальний вы из знаменитых мест вы оттуда где Хасан вот там полк комплектовали вот в 42 году в марте месяц учились на Сопке в Маньчжуре скажите пожалуйста а как родители провожали своих детей меня наказывали отцы матери вот товарищ командир полка берегите наших солдат берегите но если нужно будет они отдадут свою голову за нашу родину и сколько вас было когда вы сюда прибыли и сколько осталось после боев под Сталинградом здесь на Оксае родители партии родины мне доверили 2000 человек много оружия много технику и вот на этом рубеже начиная от Сталинграда малая большая росошка вот который полк вел бой и особенно в Верхнекумск из 2000 человек остался 287 вот в этой земле они есть? ваши тут есть в этой земле? конечно конечно вот земля кров наших детей наших понимает сыновей отцов и солдат особенно сколько вы держали здесь в голой степи под Оксаем под Верхнекумском сколько времени вы продержались? мы продержались нам дан приказ был продержаться трое-четверо суток потому что команда не знала что те войска которые стояли здесь и должны были задержать немцев больше продержаться не смогут мы продержались шесть суток шесть суток и только на седьмые сутки 19 декабря мы получили приказ отойти к Машкове но там уже стояла 2-я гвардейская армия мощная армия у людей было сознание что уйти отсюда нельзя здесь можно умереть но не отступить и вот этот приказ ни шагу назад здесь действовал не через сознание а через чувство понимаете можно приказать человеку военному сделать то что требуется и он выполнит этот приказ но если человек сам понимает знает что нельзя отступить это самый страшный приказ потому что себя слушаться мы не могли мы себе отдали приказ стоять здесь насмерть пучка на планете хутор верхний кумский синие рассветы не оглядно шить жил себе трудами ты степях придонских и живешь трудами нынче как и в сталь хутор верхний кумский маленький и мирный главного удара ты мишенью стал и рассвет кровавый кропотный и дымный в проходе и лязге над тобою стал и рассвет кровавый просим почтить память тех кто погиб в великой битве за Сталинград я приглашаю на сцену старшего лейтенанта кавалера ордена красной звезды автора и исполнителя своих песен члена нашего жюри Юрия Слатова песня которую назвал ордена не покупаются мне старушка одна на вокзале поохов сказала как не стыдно сынок жизнь свою начинаешь с обмана где-то орден купил нацепил ибо хвалишься людям сам такой молодой а только совести грамма не будет весь такой загорелый видно с отдыха жаркого юга там на папины деньги гулял веселился бездумно гулял ты с ними не позорь не позорь фронтовые седины что ты знаешь сынок о войне ничегошеньки милый что ответить старушке седой не обидеть бы старость а слова оправданий не лезут как будто бы в тягость только орден рукою прикрыл чтобы обиды не пачкать и вдруг вспомнил афганское небо наше небо прозрачное я бы мог рассказать той старушке как плакали горы как снега вдруг краснели от яркой рябиновой крови и как горные реки топили последние крики и как небо швыряло на землю горящие миги а еще раз скажу как врывается горе в квартиры как безумную мать не могли оторвать от могилы и тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь ордена, как у нас на базаре не встретишь, не купишь и тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь ордена, как у нас На базаре не встретишь, не купишь. Судя по всему, сейчас должна быть одна из максимальных оценок, правильно, Лариса? Итак, пожалуйста, вот я вижу пока одни только красные карточки. Передавайте, пожалуйста, их в счетную комиссию. ПЕСНЯ 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 Молодец, молодец, молодец. Мы поздравляем вас. Молодец, молодец, молодец. Нам время, говорит, пора. В стране распахнутые своды. И над страной твои ветра. Октябрь семнадцатого года. И не дано нам забывать Те покушения на свободу, Когда пытались расстрелять Октябрь семнадцатого года. Всем, всем, всем Память о наших бедах. Всем, всем, всем Яростный луч победы. Всем, всем, всем Трепетных песен мелос. Всем, всем, всем Веряль, любовь и смелость. Всем, всем, всем Твоих ранений и седей. Мы знаем горькую природу, И мы тебя не предадим Октябрь семнадцатого года. Мы будем мыслить, будем жить Преодолеем все невзгоды, Чтоб каждом сердце возродить Октябрь семнадцатого года. Всем, всем, всем Память о наших бедах. Всем, всем, всем Яростный луч победы. Всем, всем, всем Трепетных песен мелос. Всем, всем, всем Вера, любовь и смелость. Нам время, говорит, пора. В стране распахнутые сходы, И над страной твои ветра Октябрь семнадцатого года. Фанфары правду не спасут, И тема годы новой моды. Для нас с тобой есть высший суд. От октябрь семнадцатого года. Всем, всем, всем Память о наших бедах. Всем, всем, всем Яростный луч победы. Всем, всем, всем Трепетных песен мелос. Всем, всем, всем Вера, любовь и смелость. Всем, всем, всем Память о наших бедах. Всем, всем, всем Яростный луч победы. Всем, всем, всем Трепетных песен мелос. Всем, всем, всем Вера, любовь и смелость. Всем, всем, всем Всем, всем, всем Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok